Привет, меня зовут Павел и сегодня мы поговорим о блокфлейтах и о том, как их держать. То есть это будет, по сути, вступительный или первый урок по блокфлейтам. Если вы хотите научиться играть на блокфлейте, пишите мне в личку, все ссылки в описании, я преподаю блокфлейту. Итак, первое и самое важное, то как блокфлейту нужно держать. Начнем с того, как зажимать, по сути, клапаны, да, то есть вот эти вот отверстия и как держать кисти рук. Обратите внимание, что когда я держу блокфлейту, если вы посмотрите, что с этой стороны, что с этой стороны, то есть я ее держу вот таким вот образом. Она под небольшим наклоном. Наклон примерно 45 градусов. Почему так происходит? Дело в том, что если вы сильно задерете блокфлейту, то у вас появится вот здесь небольшой тонус и это будет крайне неприятно. Если вы его сильно опустите, то у вас будут проблемы с воздухопотоком, потому что воздухопоток должен быть максимально идеальным, то есть прямым. Чем более косо у вас находится блокфлейта, тем первое, вам сложнее контролировать ее позицию. То есть если у вас будут наступать моменты, когда вам нужно будет держать один клапан или ничего, если вдруг такое необходимо, то она просто будет скатываться и падать. И также если вы задерете сильно, то вам будет крайне неудобно читать ноты, потому как ноты, как правило, находятся чуть-чуть ниже уровня вашего зрения. Так просто, ну, так получилось. Поэтому один из идеальнейших вариантов, это когда вы играете под углом 45 градусов. Это положение является одним из самых комфортных и удобных. То есть если просто взять руки, просто взять вот так вот и просто поднять их, то есть вот как будто бы вот вы их подняли, то в целом это укладывается в ту позицию, которой мы пользуемся. То есть вот она, позиция рук, мы их просто подняли. Вот оно. И то же самое касается кисть. Никогда не спускайте кисти вниз, потому что в этом положении ваши мышцы зажаты, то есть особенно вот так вот. Вот так вот есть ребята, которые играют. То есть ваши мышцы не работают правильно. Ваши мышцы должны быть максимально отдохнувшим и максимально анатомичным состоянием, которым вы можете пользоваться. Что касается пережимания клапанов, зажатия, многие, кто рассказывают про игре на висле, то есть это там тин висел или лоу висел, неважно. Все советуют тебе играть вот таким вот образом. Вот таким вот. То есть вы зажимаете фалангами пальцев клапаны. Это имеет место быть. Если брать лоу висел, то там вообще огромные отверстия. Если брать тин висел, то в целом плюс-минус то же самое, но дело в том, что на тин висле вся твоя позиция, ты играешь на фиксированных нотах. То есть очень редко, когда кто-то, играя на тин висле, пользуется нотами, которые не входят в стандартный диатонический ряд, которым настроен висел. А на блокфлейте, конечно же, лучше так не делать. Почему? Потому что, во-первых, при игре фалангами ваш большой палец уйдет назад. То есть смотрите, если мы играем вот таким вот образом, вот у нас большой палец. Нам удобно. Но если мы возьмем и зажмем фалангами, то видите, палец начинает искажаться. То есть ему неудобно, ему тоже нужно скользнуть. Дело в том, что при скольжении пальца по флейте, вот здесь, тебе будет очень неудобно зажимать треть или половину, или две третьих отверстия, или три четверти, если быть точным. Таким образом, при игре фалангами тебе придется постоянно скакать. А многие мелодии для блокфлейты классической имеют несколько октав. И самое главное, что необходимость закрывать это отверстие по-разному присутствует. То есть ты должен закрыть отверстие либо полностью, либо наполовину, либо на три четверти. Таким образом, при игре фалангами вы будете заниматься всем чем угодно, но только не игрой, вы будете заниматься танцами на флейте. То же самое касается и сдвоенных отверстий. Сдвоенные отверстия, даже вот это, например. То есть если ты его зажмешь фалангом, ты представляешь, что тебе нужно изобразить для того, чтобы закрыть только полуотверстия. Зачем тебе так мучиться, если в целом ты можешь пользоваться просто подушечками пальцев и все будет работать. Подушечки пальцев как? Если ты играешь подушечкой и пережимаешь вот здесь вот, у тебя есть от природы в центре пальца, у тебя есть закругление, от которого начинается твой отпечаток. Вот плюс-минус им играй. То есть это не прям этим отпечатком. То есть здесь уже может отличаться, опять же, здесь главный вопрос о том, какая у тебя анатомия. Если ты хочешь, чтобы мы с этим разобрались, записывайся на уроке ко мне. А в остальном тебе придется искать эту позицию правильно. Для кого-то удобно играть этой подушечкой, для кого-то удобно играть чуть-чуть подальше. Вот подушечка, а ты можешь спокойно играть и, видишь, колесиком вот чуть-чуть выше. Как тебе будет удобно? Мне удобно чисто анатомически. Я никогда не задумывался о том, как играть, потому что у меня руки встали сразу. После игры на многих струнных инструментах, а также на клапанных, я примерно понимаю, как это должно работать. Поэтому для меня это комфортно. А в учебниках пишут иногда по-разному, иногда вообще ничего не пишут о том, как тебе это дело зажимать. Итак, вот так зажимать неправильно. Вот так не надо зажимать. Зажимай расслабленно. Вот, ты просто взял, кинул пальцы и вот они у тебя лежат. Ты зажимаешь чуть-чуть вот между кончиком пальцев и ногтем и подушечкой, чуть-чуть выше подушечки. Это будет идеальное положение. Про мундштук. Дело в том, что мундштук наш здесь работать по сути не должен вообще. Объясню. Напрягать мундштук смысла нет. Где у тебя располагается флейта относительно губ? Ты берешь свисток флейты, носик и твои губы должны заканчиваться на конце флейты. Либо чуть-чуть чуточку, чуть-чуточку глубже, чуть-чуточку снаружи. Объясню почему. То есть, это должно выглядеть примерно вот так. То есть, это корень жоба выглядит. Извините. Не кусай свисток, пожалуйста. Не нужно этого делать. Не напрягай мундштук. Вот так вот. Особенно у многих это привычка, кто переходит с кларнетов, саксофонов, габоев и так далее. Это кошмар. Не надо, ребят, так не делайте. То же самое, что и если бы трубач. Дело в том, что флейту, дальше объясню, вы держите руками, а не губами. Губы это исключительно воздухоподача. Если ты свисток запихаешь глубже, то есть не вот так, а чуть-чуть глубже, то это будет мешать твоему языку. А твой язык должен работать. То есть, твой язык выполняет очень много функций. И самое главное это прерывание воздуха. И твой язык при прерывании воздуха, в следующих уроках объясню, работать может с абсолютно разными сторонами. То есть, ты можешь работать от неба, от угла зубов, от самих зубов. То есть, все зависит от того, какую цель ты придерживаешься. Если твой мундштук, то есть, если сам свисток будет, воздуховод свистка, будет очень глубоко, это будет мешать твоему языку. То же самое с обратной стороны. Если он будет далеко, то он у тебя будет не фиксирован. И от этого у тебя будет бесконтрольная подача воздуха или даже будет травить. То есть, если ты его чуть-чуть прикоснешься к нему, то у тебя будут дефекты. Воздухопоток должен быть ровным и правильным. О дыхании тоже поговорим в следующих уроках. Когда ты играешь, ты его вкладываешь. Если хочешь себя проверить, все будет очень просто. Вставляешь лейтв. Если ты чувствуешь, что вот эта часть находится в районе конца твоих губ, то есть, ты языком проверяешь, что они вровень, идеально. Это будет самым лучшим для тебя вариантом. Ну и последнее. Как держать флейту в плане больших пальцев? Опять же, у каждого из нас своя анатомия. Но если говорить про идеальные варианты, сопрано в нашем случае, то если ты играешь, например, ре, то у тебя все остальное находится свободным. Если мы говорим о большом пальце правой руки, то большой палец правой руки, то я его держу вот так. То есть, это примерно практически середина между указательным и средним. Это нормальная позиция. То есть, для этого, этого вполне достаточно для того, чтобы играть. То есть, это хорошая позиция, которая нормально все фиксирует. То же самое, что если ты, например, играешь до второй октавы. Вот она. Или ре. Видишь, где? То есть, этого уже вполне достаточно. Но если тебе не хватает, то есть, вот ты играешь, то ты можешь сдвинуть мизинец. Видишь, вот здесь вот он зажимает. Вот такой вариант будет для тебя идеальным. О том, как регулировать колечко и как подготавливать для себя флейту, понять, как тебе это удобно, будем говорить с тобой в следующих уроках. Но остальные вещи я тебе рассказал. Итак, давай подытожим. Как мы держим флейту? Флейту мы держим расслабленно, мы держим руками анатомически. Кисти мы никуда не убираем, вот не надо так делать, и вот так вот не надо делать. То есть, не вот так, не вот так. То есть, твое положение должно быть абсолютно анатомичным. Если ты играешь на флейте, то ее угол примерно должен находиться под 45 градусов. Дальше. Держим мы флейту спокойно. То есть, как я и говорил, мы просто поднимаем руки, и примерно вот это и будет нашим положением. Вот, мы отдали себе флейту, все. Все. Ручки не прижимаем так, чтобы мы играли, были полностью зажатыми. Вы встаете, ваша осанка нормальная, просто спокойная осанка. Вот, мы держим ее прямо. Если вы играете сидя, пододвиньтесь немножечко к краю, чтобы вам было удобнее, чтобы не полностью облокачиваться на спинку или наоборот не оттягиваться. Руки расслаблены, кисти также. Прижимаем мы чуть выше подушечек. И самое важное, не напрягаем губы. Не надо сжимать губы, не надо ничего поднимать, не надо ничего пережимать, не надо ничего придавливать. Мы просто вставляем свисток. Если твой свисток, край твоего свистка вровень с обратной частью губ, то есть концом губ для нас или началом для рта, это идеальная позиция. Про дыхание поговорим потом. Палец, большой палец правой руки, находится для меня анатомически вот так правильно. Для вас он может быть анатомически удобно между указательным и средним, или над каким-то из них, но примерно вот это идеал. То есть практически вот посередине между указательным и средним правой руки это идеально. Что касается левой руки, то многим из нас гораздо удобнее, когда большой палец пережимает примерно по диагонали. То есть мы используем для пережатия не полностью его, и вот есть две техники, кстати, тоже забыла рассказать. То есть либо ты его зажимаешь большим и смещаешься, либо ты его зажимаешь вот так по диагонали и вот так вот. То есть смещение есть два. То есть вот таким вот образом и вот таким вот образом. Какой вариант удобен для вас? Это хороший вопрос. Точнее мы можем узнать на личном уроке. Либо выясняйте путем удобства для вас личного, путем проб и ошибок. Потому что тут очень сложно объяснить, если я не вижу ваши руки. По поводу маникюра. У многих задается вопрос. Сразу говорю, что что касается большого пальца, здесь ногтя быть не должно. Не как у меня, то есть полностью, потому что у меня-то дефект. Вам нужно все-таки подрезать. Опять же, смотря какую технику вы применяете. Если вы применяете технику бокового слайда, что вы пережимаете вот этой вот частью, то есть видите, относительно пальца это достаточно далеко. Либо вот этой частью. Вот этой частью. То есть тут все вопрос. То есть вот этой частью и чуть-чуть смещаете вперед. Либо вот этой частью. Вот такие вот простые советы, которые вам помогут ничего не поломать и никак не травмироваться в процессе игры на флейте. Рад был бы вас видеть. И надеюсь, вам понравилось. Если есть какие-то дополнения, пишите. Если есть какие-то вопросы, предложения, также пишите в комментариях. Если хотите учиться играть на блокфлейте, пишите в личку. Или по контактам в описании. Преподаю. Все. Счастья. Пока-пока. Продолжение следует.